Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня у нас с вами ногти для бабушки. Да, для моей бабушки мы опять делаем ногти. Подобного вида ролик был уже где-то год назад у меня на канале, и там была просто буря эмоций, зачем мы бабушке сделали черный цвет. Ну, любит моя бабушка черный цвет, ну что поделаешь, ничего страшного. Можно бабушкам черный, не поверите, можно и красный, и синий, и какой угодно. Оттенок, если нравится человеку, возраст совершенно не мешает его носить. Сегодня мы с вами будем делать бабушке новые ноготки. Сегодня мы с бабушкой немножечко поспорили. Почему? Потому что бабушка хотела веточки, а я хотела цветочки. Ну, я же имею право на бабушкиных руках что-то хотеть. Ну, вообще я имею право что-то хотеть. Так вот, сегодня у нас будет компромисс. Будет два дизайна в одном ролике, соответственно, на одной руке у нас будут веточки для бабушки, на второй руке у нас будут цветочки для меня. И в конце мы с вами будем выбирать, какая же рука все-таки получилась интереснее. Но для того, чтобы перейти к дизайну, нам необходимо выполнить сначала основную работу. В данном случае мы решили все-таки гель-лак бабушке не делать. Ну, не люблю я гель-лак, поэтому берем моделирующий гель и делаем выравнивание моделирующим гелем. Выравнивание мы делаем в два слоя. Первым слоем тоненько сначала прокрашиваем всю пластинку, добавляем все бачка, которые нам необходимы. Вторым слоем поднимаем высоту. А пила здесь буквально на три движения пилки. А пила совсем немножечко, ноготки у нас максимально короткие. И, кстати, для того, чтобы сделать длину, мы выбрали на бабушкиной руке самый короткий палец и под него подпилили все остальные. Потому что наращивать в данном случае я смысла не вижу. Во-первых, в преклонном возрасте, будем это так называть, очень сложно привыкнуть к большой длине, если ее одним махом нарастить. То есть на следующей коррекции я просто длину убирать не буду и мы будем ее постепенно увеличивать. Кстати, следующая коррекция, походу, будет последней, потому что бабушка с дедушкой уезжают обратно. Так вот, на следующей коррекции мы длину убирать не будем. Сделаем ноготочки чуть-чуть подлиннее, но наращивать сразу длинные ногти, даже ту же двоечку, троечку, это будет уже довольно-таки проблематично. Итак, начнем с заказа бабушки. Рисуем веточку, поскольку ногтя у нас, как вы поняли, вот смотрите, линию провел, ноготь закончился, все, ногтя у нас нет. Поэтому веточка у нас максимально тоненькая, максимально минималистичная. Берем, проводим тоненькую линию, которая показывает у нас веточку, рисуем несколько листиков. Я хотела сделать это все под литье, у меня с Алиэкспресса пришел новый какой-то пигмент, но он нифига не втерся, поэтому обидненько. Больше я такое покупать не буду и вам не рекомендую, потому что я думала, у меня будет очень красивый пигмент в цвете бронзового золота, но вот что-то, короче, пошло не так. Так вот, рисуем веточку, которая теоретически под литье, но по факту нифига не под литье. И для того, чтобы спрятать потом вот этот вот момент с литьем, не литьем, мы добавим блики зеленой красочкой, то есть веточку мы слегка немножечко подкрасим. Во время озвучки увидела, как у меня прилипла волосинка на кисточку, как она мне там мешала рисовать, сначала думала вырезать этот момент, ну, чтобы не смущать людей, чтобы показать, что ну, мастер-мастер, ну, ни у кого никаких косяков не бывает, а потом решила оставить. На самом деле, всем мы работаем с косяками и у всех бывают такие сложности с прилипшей волосинкой на кисточке. Кстати, откуда эти волосинки в банках берутся? Вот для меня это всегда большой вопрос. Откуда они вообще, в принципе, попадают в банку? Если банки у меня всегда закрыты, я из них достаю только буквально масюсенькую капельку геля для работы, и откуда в банках берутся волоски, я не знаю. В любом случае, нам осталось всю эту красоту только прорисовать. Прорисовку мы выполняем белым цветом, тоненькими линиями, максимально тонюсенько стараемся это сделать, для того, чтобы не перегружать наш дизайн и не забивать черный цвет. Да, черный цвет мы оставляем в данном случае. Музыка 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 Ну а теперь у нас вторая рука, и как я говорила, на второй руке мы рисуем цветочки. Самые быстрые цветочки всегда получаются в технике китайской росписи, причем китайка в данном случае такая очень относительная, это даже не то, что там прям сильно китайка, это просто отпечатки косой кисти, здесь мы не делаем какие-то там сильные растушевки, какие-то дорожки на кисточки, ничего мы не делаем, только голову в кадр сунем, а так в принципе ничего не делаем. Так вот, нарисовали для себя подмалевки цветочков, сделали при помощи гель-лака затенение в центре и получили переход оттенков, добавляем далее зеленых листиков, в листики мы добавим немножечко темно-зеленого для того, чтобы определить тени у листиков, для того, чтобы тоже листики смотрелись интереснее. Ну и собственно говоря, в серединку золотая пайетка и сверху прорисовка, которая опять же прорисует весь наш цветочек и покажет окончательно всю красоту данного дизайна. Вот не знаю как вы, а я на моменте прорисовки прям дыхание задерживаю, потому что действительно дизайн преображается совершенно, это становится совершенно другой дизайн, потому что все становится законченным, все становится собранным единое целое, ну в общем мне этот процесс нравится. И собственно говоря, конечный результат, минималистичный минимализм. То, чего на моем канале практически никогда не бывает, вот пожалуйста. На одной руке у нас веточки, на второй руке у нас немножечко менее минималистичные цветочки с блестючками. И пишите в комментариях, какая рука у нас получилась лучше, кто все-таки был прав, бабушка или я, цветочки или листики. Давайте определимся, кого у нас в комментариях больше. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok